О май гад, что происходит? Я снимаю видео. Всем привет, ребят! Очень с вами давно не виделись, я реально давно не стояла перед камерой. Нет, вру, вру, я это делала в мае, в середине мая, и до сих пор не выложила это видео, очень классное видео. Я надеюсь, оно выйдет. Сегодня я хотела поговорить с вами о лете, о том, что уже наступило, о том, что... Я не хочу, чтобы вы допускали те же ошибки и просто по истечению лета оборачивались и такие... Опять? Опять? И давали себе обещание, что следующее лето пройдет иначе. Поэтому я хочу просто рассказать вам о том, что я планирую этим летом делать, и о том, чем вы можете заняться. Да, летняя школа. Звучит очень странно, соглашусь. Летняя школа звучит как что-то, из-за чего ты буквально страдаешь. Но нет, эта летняя школа будет совершенно иной, и эта летняя школа поможет вам просто, наверное, сблизиться с собой, с окружающим миром, и как-то приобрести новые привычки, которые, возможно, и в очередном году вам пригодятся. Итак, первый предмет, который в нашей школе есть, это чтение. Вообще, странно звучит такими загадками, говорю, но да, чтение — дико полезная штука, летом про это не забывать. Я дочитала сейчас. Буквально недавно я дочитала вот эту книжку. Буквально это даже не книжка, это просто список из одного способа, как отказаться от пластика. Очень крутая. Сейчас я пытаюсь осилить, дочитать вот это. Капец, как сложно. Я, наверное, одну страницу читаю минут пять. Также очень крутая вещь. Это подкасты. Подкасты — это просто вау. Я их открыла буквально в мае для себя и просто влюбилась. Поэтому, если вы не знаете, что такое подкасты, то это то же самое, что и видео, просто без картинки. И вы можете скачать, и пока идёте там 20 минут к метро, можете слушать подкасты. Бывают образовательные подкасты, юмористические, просто рассказать жизни. Куча категорий. Вот мой пост в моём инстаграме. Там список моих любимых подкастов. Ссылка будет в описании на этот пост. Следующий предмет — это иностранный язык. Иностранные языки дико важны в современном мире, потому что страны развиваются настолько быстро, что мы буквально просто сидим в ожидании, пока какие-то другие люди нам переведут какую-то статью важную, либо переведут для нас серию, и мы сидим, ждём. Хотя могли бы сами всё это одно прочесть, понять без чужой помощи. Поэтому важно так не забрасывать изучение языков. В моём случае английского языка — летом. Летом нету школ, университетов на ЗТС Каенг. Уроки проходят гладко, без напряжения, в отличие от школы, университетов местами. И представьте, как классно, если у вас, допустим, как и у меня, цель на это лето — убрать языковой барьер. Это круто, потому что на уроке с Каенг вы разговариваете большую часть, а не преподаватель. И неважно, где ты находишься — в деревне, на морях, в лагере. Потому что не нужно искать с собой учебники, тетради. Просто заходишь на сайт Скаенг и продолжаешь обучение. Ты просто можешь учиться на своём телефоне, а также при помощи приложения Award Skyeng учить новые слова. Просто во время занятий заноси туда незнакомые тебе слова, потом открывай в течение дня и заучивай. И помимо того, что это приложение бесплатно для всех, кто занимается с Каенг, также оно использует крутую функцию — мемонику. Запоминание при помощи картинок — очень круто, потому что мой способ ассоциации устарел. Поэтому, если вы загорелись или собираетесь загореться этим делом, то для вас есть классная идея. Просто пройдите по ссылке в описании на пробный бесплатный урок в Skyeng. Но если вам нет 18, спросите о разрешении у родителей, потому что это важно. Я его проходила, он не страшный. Новые люди и новый разговор — это всегда классно. И также в описании вы найдёте промокод от меня. Не бойтесь совершенствоваться, особенно если это приведёт вас к новым встречам, знакомствам, странам. И, кстати, ещё один такой маленький типс для запоминания слов. Звучит очень странно, но главное место, где вы это будете делать — это туалет. Просто приклейте слова, которые вы не знаете, напротив себя, напротив унитаза, куда катится мой блог. Это невероятно помогает, потому что пока вы сидите, и вам нечем заняться, вы смотрите на эти слова и читаете их, и таким образом четыре раза в день вы повторяете слова, которые не знаете. Это гениально, я считаю, запатентовано. Математика. Наша любимая математика. Но мы все знаем, что нам в жизни фиг пригодятся корни, тетраэдры. Даже не уверена, что это произносится. Ну, в общем, если вы не математика, не экономик, то no. Но обычным людям очень пригодятся вычисления в сфере тратных денег, потому что с этим проблемы. Я думаю, у многих банков есть такая сберегательная штучка, как копилки, как ваши цели. У меня проблема с тратой денег, потому что я очень много трачу на еду, но мне при этом жалко на вещи тратить деньги. И это очень странно. Поэтому очень круто, когда есть куда отложить деньги, откуда ты их не сможешь забрать сразу же. Поэтому очень советую побольше углубиться в сферу денег, в сферу цифр. Окружающий мир. То, что я вообще недооценивала в школе, как начальной, так и в средней, так и в старшей школе. Меня даже пугало местами всё, что там творилось. Сейчас, благо, я умею с этим общаться. Поэтому, помимо того, что если вас интересует окружающий мир и природа вокруг нас, и экология, то эта книга может вам помочь привнести в свой образ жизни что-то поистине значащее, значимое. Это в какой-то степени может стать смыслом вашей жизни, что просто прекрасно. Потому что все мы знаем, что у нас с экологией сейчас, ну, творится всякая фигня. Поэтому каждый человек важен, действие каждого человека важно. Это не розовые очки, это реальность. Возможно, вам станет интереснее сфера экологии, сфера zero waste. Когда вы производите, тратите минимальные затраты для своего существования, когда вы разделяете мусор, когда вы выбираете между мороженым в стаканчике, пластмассовом, и мороженым в рожке. И, естественно, лучше выбрать рожок, потому что там нет пластика. Можете пройти ко мне в инстаграм, потому что я там периодически упоминаю тему эко, и стараюсь также привнести это в свою жизнь. И также вот вам небольшой список людей, которые меня вдохновляют и могут вам помочь войти в это прекрасное сообщество эко-людей. То, с чем у меня всегда были проблемы — физкультура. Физкультура... У меня физкультура была в школе такая, что просто найди общий язык с физкультурником, и все будет классно. Сейчас же... Сейчас меняют физкультуру в универе, поэтому я сама в ответе за свою физнагрузку, физподготовку. Я прошлым августом начала растягивать шпагат. Через два месяца август уже, уже год прошел, считай, я его не растянула. Я так и не села на шпагат, поэтому я хочу закончить начатое, и если вы тоже хотите наконец-то уже стать более flexible, как бы делать как балерина, не получится показать вам, потому что я не она. Я точно буду пытаться растянуть шпагат, потому что это очень полезно. Я заметила, что если ты плачешь калачиком, свернувшись, то растяжка очень помогает, удобнее становится калачиком сворачиваться. Плакать полезно, если что. И также я хочу начать бегать, поэтому лето — это также просто прелестное время для того, чтобы начать это делать, особенно учитывая, что днём 30, поэтому вставать рано утром и бегать — это то ещё классное начало дня. Русский язык — то, благодаря чему я доношу для вас информацию, но при этом то, что я так не любила в школе, и как бы я не скажу вам, что давайте-ка начнём проходить тесты. Я не знаю, чем отличается полоска-полоска-полоска от полоски-точки-полоски-точки. А... I'm sorry, but I'm not sorry. У меня проблемы с произношением, с дикцией, потому что мой язык очень ленивый, мне кажется, и мне сложно иногда шевелить моими губами, поэтому я бы очень хотела освоить этот навык, чтобы разговаривать и люди, и меня не переспрашивали. Также, дорогие друзья, не забываем о переменах, не забываем о том, что нам, как и всем, нужно отдыхать, и в отдыхе размером в день, а то и в два, и это ничего плохого. Я буквально вчера, вчера было плюс 30, а у меня самая жаркая и самая душная комната в доме. Я просто лежала, я просто ничего не делала, по-моему, всё, что я сделала вчера — это... мыла посуду. Всё, я серьёзно. Я просто лежала, спала, смотрела какие-то видосики, ходила из прохладной комнаты в свою, туда-обратно, и это был отдых. Он нам нужен, потому что если мы не отдохнём в день, когда нам плохо и мы устали, то мы не сможем быть продуктивными и работать в следующий день, потому что наш организм такой, ты пыталась работать, когда я хотела устать, так теперь я буду пробовать устать, когда ты хочешь работать, так что... Вот. Именно поэтому сегодня я снимаю это видео, именно поэтому у меня сегодня так много энергии, потому что я вчера отдыхала, спала, наслаждалась ничего не деланием, поэтому, пожалуйста, не гнобите себя за это и давайте себе отдохнуть. Так что, да, я надеюсь, вам понравилось это видео, я надеюсь, что вы не разочарованы во мне, что вам было приятно меня услышать и приятно услышать то, чем я с вами хотела сегодня поделиться, потому что это реально важные вещи, потому что это время свободы, и иногда нам всё-таки нужен контроль над собой, и если во время учёбы, работы мы получаем этот контроль от дедлайнов, преподавателей, то здесь нам никто не указ. Я вас всех сильно-сильно очень люблю, большое спасибо за просмотр, все ссылки в описании, не забывайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok